Добрый вечер, мы на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайдер. Как мы обещали, мы сегодня говорим о годовщине ноу-хау на украинском радио, который в некоторой мере изменил эфир FM радиостанции в нашей стране. Это введение квот на украиноязычную музыку. Итак, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, согласно которому на радио должны крутить в эфире 25 процентов украиноязычной музыки, именно украиноязычной музыки, и вести 50 процентов программ на украинском языке. Песни на украинском языке должны звучать непременно в прайм-тайм, причем это очень жестко контролируется над светом по телевидению и радиовещанию. И со дня на день в Украине наступает второй этап внедрения украинских квот на радио. Теперь доля украиноязычных песен должна составлять не менее 30 процентов, а в следующем году уже 35 процентов. Изменяется в сторону увеличения и количества разговорных программ на украинском языке до 55 процентов, и через год эта цифра составит уже 60 процентов. Сегодня приглашали в эту студию одесских радиощиков, не только одесских. Большинство из них отказались по причине того, что негласно надсовет мониторит все заявления профильных специалистов в этом отношении и, очевидно, должным образом на них реагирует. Поэтому пригласили человека, который, в принципе, развивается в шоу-бизнесе и в околорадийной сфере. Дмитрий Шпинарев, музыкальный продюсер. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Я вообще рад новой для себя должности музыкальный продюсер. Это не так. Я и музыка — это немножко разные вещи. Хотя, с другой стороны, в радио, наверное, я самый главный человек, который существует не только в одесском радиоэфире. Ну, продюсер. Если продюсер. Я слушатель. Я слушатель. Поэтому я как раз главный в радио, а те, кто его делают, они, собственно, все работают для меня одному. Украинизация радиоэфира — это, по-вашему, хорошо или плохо? Да, либо нет? Минут через 20 в конце программы мы подведем результаты нашего интерактивного опроса. Итак, Дмитрий, раз вы слушатель, очевидно, вы знакомы с тем, как изменился радиоэфир в нашем городе, в нашей стране за последний год. Он вам нравится? Ну, смотрите, да, на одесских радиостанциях работают очень много моих знакомых, хороших, скажем так, товарищей, которых я отношусь с уважением, ценю их творчество. И поэтому, когда я слушаю радио, я слушаю его всего в двух состояниях. Первое — я еду за руль, смотрю за дорогой, думаю о своих делах, и оно звучит как фон. И я не отличаю иногда даже музыку от рекламы. Второе — когда на радиостанции идет живой разговор диджеев или ведущих, как их там называют, и если это мои знакомые, то я с любопытством слушаю, что они сегодня говорят, какую информацию они сегодня дают или как они шутят. То, что эфир стал в большей степени украиноязычным, вас это, как слушателя, как одессита слушателя, смущает либо радует? Смотрите, меня это вообще не смущает, меня смущает совершенно другое. Я уже жил в одной стране, где гражданам этой страны объясняли, что им слушать, что им смотреть, что им читать. И страна это называла Советский Союз. В 1991 году все население Украины дружно и радостно проголосовало, там было 95%, я мог бы ошибаться в цифрах, но вот такое, за независимость, имея в виду, что теперь нам никто не будет ничего навязывать и ничего рассказывать. Вот система квот и запретов мне не нравится, меня раздражает и мне что-то напоминает. Это такое постепенное спускание как бы занавеса. Причем есть другая страна, есть страна производителя. Вот если бы закон этот выглядел следующим образом. Должно быть 50% эфира в эфире радиостанций музыкантов, работающих в Украине и производящих продукцию в Украине. Да, работающие с украинскими лейблами. Да, то есть это украинские производители. Они производят на болгарском, на молдавском, на русском, на венгерском, на польском, на украинском, на каком угодно, на английском. И они производят качественный продукт, этот продукт попадает в радиостанции. Мы слушаем молдавскую группу «Сдовши с дуб», которая поет на молдавском языке и прекрасно выступает в Одессе и где угодно во всем мире. Дело не в языке, дело в качестве продукта, который приходит на радиостанции. Теперь, как единственное, на мой взгляд, субъективный, поменяло вот этот закон, поменяло ситуацию с радиостанциями. Они стали одинаковые. Вот я раньше, когда еду за рулем, слушал радио, я практически всегда, за исключением, я не слушаю супермолодежные клубные радиостанции, это я не слушаю. Ну, так сложилось. Но, в принципе, я отличал радио от радио, да, потому что были немножко разные форматы. Здесь больше английского, здесь больше украинского, здесь больше русского, здесь шансон, здесь попса, здесь рок. Сегодня... Здесь ретро-музыка, которая, кстати, вообще вот в эти квоты совершенно не вписывается, потому что ретро-украинской музыки ее практически не существует. Ну, вот есть такая радиостанция, которую я недавно для себя открыл, можно это говорить здесь, да? Разумеется. Да, радио «Пятница», которая, я даже не могу сформулировать, это ретро-музыка. Не ретро, но оно играет, в связи с тем, что оно играет какую-то хору, ну, достаточно попсовую музыку разных тех лет, там действительно очень много разнообразной музыки на разных языках. Там невозможно сделать квотирование качественной музыки, что, ну, ее тогда не было столько. Возвращаясь... Но они, кстати, рискуют по этому поводу, что они не знают, рано или поздно обратить внимание на цвет, если все-таки квота не выполняется. Да, это киевская радиостанция, это их бизнес, это они сами для себя решают. И есть еще одна такая штука, вот в отличие, чем отличается современная Украина от Советского Союза. Там ты закрывал занавес, устанавливал квоты, были цензоры практически везде, специальные люди, которые форматировали, это можно, это нельзя, по каким-то своим субъективным соображениям. Сегодня отнять у украинца свободу выбора очень тяжело, потому что есть интернет. И на сегодняшний день интернет не цензурируется в Украине. Ты можешь войти в любую радиостанцию, сегодня, когда появилось 3G в телефонах, а говорят, что сейчас будет выставляться на лицензию 4G. То есть ты заходишь в телефон где угодно, в трамвае, троллейбусе, машине, и ты включаешь то, что ты хочешь слушать. Да, но влушать голос Америки сейчас не получится. Вичем мы с финалами. И этими законами получается только негатив. Да, появился шанс у производителя. Но я вам приведу один маленький пример. Например, есть Одесская Лига Смеха, есть такой проект Лига Смеха. Вот Одесская Лига Смеха, это одно из подразделений, учебная лига региональная, которая учит команды, готовит команды для будущих побед. У нас в Одессе такой формат, каждый год в сезон входит 12 команд, и там 4-5 доходят до финала. Никаких квот, ни в какой Лиге Смеха никто не выставляет. У нас сегодня в финале, в этом году, в финале 5 команд, из которых 3 украиноязычные. Коломыя, Тернополь и Ровно. Никакими квотами, есть еще Харьков и есть еще, вылетел из головы кто, забыл кто, кто забыл кто пятый. Ну ничего страшного. Никаких квот никто не устанавливает. Это объективный процесс. Это естественно, они были смешнее, а значит они были качественнее, значит им место на сцене. И не от языка здесь зависит, на каком они выступают. Если они будут выступать, если сборная Стояновки вернется к нам в Лигу когда-нибудь и начнет играть на Молдавском, и залу будет это нравиться, они достойны выступать на сцене больше и больше. Мы заговорили об интернете, мы сегодня пообщались с Павлом Козловым, знаменитым радиоведущим. Сейчас он учредитель радио Море-ФМ, это интернет-радиостанция. Он вовремя почувствовал конъюнтуру, наверное, и еще до всех событий, до этого квотирования создал альтернативу привычному ФМ-диапазону. Создал радио Море-ФМ, которое мы можем слушать в интернете. Давайте послушаем его мнение в отношении... Я говорю, послушаем радио. Да, квот на украинский язык в эфире ФМ-диапазон. Есть примеры радиостанций, которые качественно в отношении продукта, который они делают, не пострадали. Только потому, что у них работают классные музыкальные редакторы, которые заморочились, которым год назад стало заморачиваться в разы сложнее. Ну и они продолжают держать некую такую качественную планку, учитывая те квоты, те ограничения, которые были введены 12 месяцев назад. То есть у некоторых не пострадал контент, у некоторых навряд ли он стал лучше. К сожалению, не по всем фронтам, не по всем жанрам количество контента, сделанного на украинском языке, это важно. Потому что согласно квотам песни, которая записана, ну допустим, Джамалой на английском языке, она подпадает под квоты. Она может воспроизводиться в эфире, но ее не считают, как вот те самые проценты необходимые украинского продукта. Если говорить про попсу, то, скорее всего, в этом проблемы нет, есть масса вот этого контента. Я не говорю о том, что он некачественный, он качественный для своей ниши, для своего жанра. Если говорить про рок, ну, наверное, тоже здесь проблемы не настолько очевидны. Но если говорить про лаунж, джаз, наверное, здесь квоты очень чувствуются профильными радиостанциями. Проблема в том, что та аудитория, которая привыкла слушать FM-радиостанции, она осталась, наверное, чуть-чуть уменьшилась. А вот новых не прибавилось. Все молодые ребята, которым сейчас по 14, 16, 18 лет, которые через несколько лет станут, ну, такой, очень желанной аудиторией для любого рекламодателя, они не слушают радио. И они не слушают его не только потому, что квоты, а потому, что это более свободные люди, которые привыкли выбирать, что им послушать. Это люди другого формата совершенно. Они привыкли выбирать, что им нравится, что не нравится. Раньше это было сел в машину, нажал кнопку, услышал FM-станцию. Сейчас ты взял в руки мобильный телефон, нажал кнопку, посмотрел то видео, которое ты хочешь посмотреть, или услышал онлайн-радиостанцию, и трафик тоже не тарифицируется. То есть человек, что в том случае не тратит ничего, что в этом случае ничего не тратит. Ну, просто вот решает контент, его качество, его привлекательность. Это было мнение Павла Козлова, учредителя онлайн-радиостанции «Море-ФМ». В общем-то, он отчасти повторил то, что вы сказали до него. Да, мне очень приятно, что... Паша большой специалист, и мне очень приятно, что наши взгляды совпали практически. Понятно, что он это чувствует изнутри, поскольку руководит радиостанцией и ежедневно общается с музыкальным редактором, который формирует эти эфиры. Но я вот не знаю, я думаю, что поскольку, если эта радиостанция, как в интернете, имеет какую-то лицензию, есть же средства массовые, есть интернет-сайты, которые считаются газетами. Ну, считаются, да. И под них поводает законодательство. Ну, вот как говорил Павел Козлов, на него квоты не распространяются. Ну, вот я не знаю точно законодательство в режиме, в отношении радиостанций. Я знаю, что есть сайты, которые просто сайт, создал себе сайт и пиши, что хочешь. Есть сайт, который считается средством массовой информации. И тогда под него поводает все законодательство Украины и о защите чести и достоинства. То есть там нельзя писать клевету и так далее, призывать к свержению государственного строя и так далее и тому подобное. Вернее, за этими всеми фразами следует наказание. А можно создать себе какую-то там на Магдагаскаре полоску, написать «Все негодяи» и тебе ничего не будет. Мне не нравится... Сегодня вообще еще одна замечательная история, вот случилась час назад. Все-таки, несмотря на весь скандал, который был в интернете со сериалом «Сваты», его сегодня все-таки запретили. Все-таки запретили, да. Его сегодня все-таки запретили. Абсолютно непонятно мне почему, потому что «Квартал» выполнил все законодательство Украины. На территорию Украины запрещен въезд Федору Добрандравову, в связи с чем группа «Квартала», киногруппа «Квартала» пришлось потратить чуть больше денег и снимать сериал в Белоруссии. Они ехали туда, вместо того, чтобы оставить деньги здесь, им пришлось вывести деньги в Белоруссию, снять там. Они выполнили все законодательство. Они, я думаю, не пострадают. Этот сериал теперь будет под грифом «Запрещенный в Украине». Представляете, такая штука? Украинский сериал «Запрещенный в Украине» Пройдет блестяще и в интернете, и во всех остальных странах мира. Этот сериал у них покупают даже мировые площадки интернет для своих. То есть весь мир свободен, у нас он запрещен. Я считаю, что это глупость, а что глупость обсуждать? Что мы будем глупость обсуждать? Давайте вернемся к радиостанциям украиноязычной музыки. Раскрутка украинских артистов и популяризация украинского языка – это еще не одно и то же. Есть такое мнение. Не все артисты пишут песни на украинском, но от этого не перестают быть украинским музыкантом. Вы уже отметили. Еще один аспект, который бы я хотел с вами обсудить, это год назад, когда НАДСовет внедрял эти квоты на украиноязычную музыку, одним из оправданий этого ноу-хау было то, что таким образом украинские радиостанции избавятся от низкопробной российской попсы и еще более низкопробного шансона. Вот такое было мнение у нас Совета. Как вы считаете, это удалось авторам реформы избавиться от низкопробной музыки в году более качественной, по их мнению, современной, актуальной, украинской, украиноязычной? Я не музыкальный продюсер, не музыкальный критик. Мне очень тяжело оценить, качественно или некачественно. Мне нравится или не нравится. Избавились, в принципе, частично ушла из эфира русскоязычная музыка, частично ушла из эфира англоязычная музыка, частично ушла из эфира италоязычная музыка и франкоязычная музыка. Да, кстати, в ущерб, ведь не было прописано в законе, что украиноязычная музыка вытеснит русскоязычную музыку, украиноязычная музыка вытесняет и англоязычную, очень рейтинговую, популярную, актуальную музыку, германоязычную, франкоязычную, италоязычную. Я знаю, что такое форматы, да, и были форматы радиостанции, в которых было там, скажем, три англоязычные музыки, англоязычные песни, одна украиноязычная, допустим, да, или русскоязычная, четыре, которое большинство англоязычные песни. И сегодня, конечно, это количество уменьшилось, туда попала украинская музыка. Я еще раз говорю, если бы речь шла, я как производитель продукта в свое время, да, или сейчас, защищать отечественного производителя, безусловно, должно любое государство. И давать возможность тому человеку, который живет в твоей стране, производит продукт, платит налоги, зарабатывает деньги, платит налоги, создает рабочие места, предоставлять ему определенные льготы по продажам на территории своей страны, конечно, государство должно. И так существует во всем мире. Существуют в Америке дополнительные таможенные пошлины на товары, которые бьют по товарам, произведенным в Америке, по импортным товарам, произведенным в Америке. Все защищают свой рынок и все защищают своего производителя. Не знаю, делят ли где-нибудь производителя по принципу «ты зеленый или желтый», «ты венгроязычный или русскоязычный». Не знаю. Но мне кажется, что, я еще раз говорю, я такую одну страну, где вводилось квотирование, была цензура, и даже если мы сейчас вскоре увидим фильмы, из которых будут выряжать определенные кадры, то все такую страну я уже видел. Мы, сделав 26-летний круг, погуляв по миру, по Европе, возвращаемся в то, из чего вышли. Колесо историй. Учитывая то, что, повторюсь, вот сейчас квоты усиливаются, теперь в Украине уже 30% песен будет на украинском языке, а в следующем 35%, но и разговоры ведущих 55% сейчас, через год 50%. До сих пор было 25% и 50%, соответственно. Вы прогнозируете упадок FM, привычных нашему уху, за 25 лет последних, FM-радиостанций в Украине в связи с этим фактором? Учитывая, что все-таки, по мнению ряда экспертов, рейтинги большинства FM-радиостанций за последний год снизились в целом. Ну, снизилось все, падает все. Дело в том, что рекламный рынок растет, и эфирный рынок растет, растет рынок информации. Действительно появился интернет. Ну, я могу сказать, что когда мы начинали работать на одесском телевидении, в Одессе было два телеканала, из которых один только занимал половину телеканала. И, конечно, это весь рынок твой, все зрители твои, ты программу сегодня выпускаешь, выходишь в эфир. Да, интернета нет, засмотрят телевизор. Завтра тебя узнают. Нет, телевизор, два канала. Сегодня ты вышел в эфир, завтра тебя узнают на дерево спускать. Был такой период. Сегодня в Одессе 35 каналов. Ну, реально работающих гораздо меньше, конечно. Ну, хорошо, 25. Есть? Ну, я думаю, реально работающих штук 10. Нет, создающих свой собственный контент. Создающих свой собственный контент. А частот? А частот много. Да, частот, понятно. Просто контент гуляет по разным частотам. Много радиостанций, много интернета, много появилось в последние годы площадок типа AllTV, Megogo, DivanTV. Вот этих всех штук, которые ты вообще... Не надо тебе подключаться, ни антенну ставить, ни кабельному не подключать. Современный телевизор купил, поставил, кнопку нажал, смотри телевидение. Сейчас еще и ты два, мне сказали сегодня, что входит в конструкцию. Ну, то есть, и смотри, у тебя такое разнообразие, а количество людей больше не становится в стране, а наоборот меньше. Поэтому, конечно же, рынок уменьшается, слушателей становится меньше, слушатель беднеет, а следовательно рекламные бюджеты уменьшаются, потому что, ну, когда у тебя богатая аудитория, ты можешь продать на нее там тысячу шоколадок. Когда бедная сто, уже это другие... Ну, такие объективные критерии, вы сейчас представляете, но фактор именно Украина, я могу сказать грубо, но засилие украиноязычной музыки в эфире, особенно вот в нашем, допустим, русскоязычном регионе, это будет сказываться на рейтингах FM радиостанции? Я не могу это сказать, я не знаю, может быть, иди знай, я не знаю, как работали радиостанции, например, во Львове. Там были тоже квартиры, там тоже были смешанные, или там были целиком украиноязычные. Будет расти аудитория, будет увеличиваться количество людей. На самом деле, украинское телевидение мы смотрим давно. Я российское телевидение не смотрю уже лет 8, российское, лет 8, наверное. Просто по одной простой причине, что мне не интересны те проблемы, которые поднимаются в аналитических, информационных программах российского телевидения. Мне, честно, и раньше было не очень интересно, что открыли мост в Челябинске, но мне это не очень интересно. Я живу в Одессе, мне интересно, что происходит в моем городе, в первую очередь, второе, в стране, третье в мире. То есть, мост в Челябинске, он находится где-то на 26-м месте. И смотреть для этого целый канал мне неинтересно. Я когда ездил еще 5 лет назад в Москву на КВН, я еще как-то улавливал их проблемы. А на самом деле, вообще, это другая страна, 25 лет, другая жизнь, другие свои мелочи. И поэтому, ну, я не страдаю от того, что там 1 плюс 1 украиноязычный. Я могу смотреть украиноязычный фильм. Я могу смотреть украиноязычные новости украиноязычной программы. Меня это никак не смущает. Я понимаю все. Меня не нравится категорически, когда мне рассказывают, что я должен смотреть или что я должен слушать. Я сам выберу. Дайте мне выбор, я сам выберу. Не дадите выбор, я сам найду его. Давайте подведем итог интерактивного опроса. Он звучал так, напомню, украинизация радиоэфира. Это хорошо или плохо? Да, хорошо считают 9% наших телезрителей, 81% телезрителей негативно оценивают понятие украинизации радиоэфира. Да, я единственное, что добавлю. Так сформулирован вопрос, что эти люди в большинстве выступают против насильного, что их насильно заставляют что-то делать. Украинизация, была бы болгаризация, была бы русификация, все были против. Потому что людям, особенно в Одессе, в вольном, свободном городе, в вольнолюбивом городе, не нравится нам, когда нас говорят, как ходить, куда переходить и где сидеть. Это не против украинских музыкантов, это голосование не против украинской музыки, это не голосование не против украинского языка. Это против жесткого цензурирования, чего бы то ни было вокруг нас. Мне так кажется. Дмитрий, спасибо за компетентное мнение. Хоть вы и говорили, что вы не совсем специалист в этом вопросе, но, тем не менее, ваше мнение было компетентным. Приходите в нашу студию, рады будем вас видеть. Спасибо. Оставайтесь с репортером, увидимся в этой студии. Счастливо.